Давайте помолимся. Микрофончики все отключайте. 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 Да и они в таком случае будут сносить труд свой мужественнее. Микрофончики все отключайте. Микрофончики все отключайте. Микрофончики все отключайте. Микрофончики все отключайте. Пока все понятно. Микрофончики все отключайте. Толкование. Членов Христовых соединяет через приветствие по всегдашнему своему обыкновению. У них остановился, потому что и сам занимался деланием палата. Деяние 18.1.3. Примечая их добродетель в том, что они сделали дом своей церковью, устроив в нем собрание верных. Вопросы. 1 Коимфонам 16.20. Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым целованием. Толкование. Только здесь делает прибавление о святом целовании, потому что много было разделений. Поскольку же много убеждал их к единению, то наконец соединяет их и целованием святым, то есть бесхитростным, а не лицемерным. 1 Коимфонам 16.21. Мое Павлова приветствие собственноручно. Толкование. Сделал собственноручное приветствие, дабы показать, что он придает посланию большое значение. 1 Коимфонам 16.22. Кто не любит Господа Иисуса Христа? Анафима. Маран Афа. Толкование. Одним этим словом страх привел всех плудников, разномыслящих, употребляющих идоложертвенное, не верующих в воскресенье и вообще всех, которые между ними были себя не согласны с его учением и предпаданием. Ибо все таковые не любят Господа. Маран Афа, то есть Господь пришел, сказал это отчасти для того, чтобы утвердить учение о домостроительстве, а через это и о воскресении, отчасти же для того, чтобы преследить их. Владыка за нас принял все на себя, а вы прогневляете его. Одни называясь по имени людей, а другие совершая порочные дела. Употребил выражение не греческое, а еврейское или язык сирийский, ибо говорил Коринфянам, которые придавали много цены внешней мудрости и красоте греческого наречия. Он же показывает, что нисколько не нуждается в ней, но хвалится простотой, так что и говорит грубым языком. Вопросы? Игнат Тихонович. Да, я хотел сказать, вот начались первые стиха шестнадцатого, и мы помним, что Феофилак жил в одиннадцатом веке. И он говорит, там слова даже нет в этом стихе, кому помогать? Святым. Сегодня ни под каким видом этого сказать не могут православные. Отсюда делаем вывод, что еще в одиннадцатом веке было очень трезвое, правильное понимание об искупительной жертве Иисуса Христа. Сегодня главное упражнение. С малых лет буквально вдалбливать православным. Ты грешный, многогрешный, супергрешный, архигрешный, и святым назвать это уже сектантство, это ересь, это никуда не годится. Это говорит не Павел. Павел везде называет святыми, кому пишет. Даже в Каринской церкви, в которой и были блудники. Но говорит и им, вы святые. А что это нужно нам? А иначе зачем жить? Святым. А кто святые? Мы даже имена не знаем их. Люди, которые нуждались в помощи. Пенсии не платили. Социальная конструктура не работала. Еще не дожили до этого. И Павел собирал для них деньги. Но это были люди верующие, принявшие Христа как спасителя. И может быть кто-то чего-то лишился во время этой эпохи гонения от Нерона. И называет их святыми. Я вот особенно упорно этом делаю. Нам нужно не бояться мнения, как о нас скажут. Если мы кому-то пишем письмо, то смело называть. Пишем избранным святым. Апостол Павел так и называет. Избранными святыми. Попробуем сказать это. Даже обратиться к тем, которые иные недруги. Как они отреагируют. Но для себя мы должны твердо знать, что именно святыми называются уверовавшие. Все. Так. Идем дальше. 1 Коинфонам 16, 23. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Толкование. Долг учителя не только убеждать, но и молиться. И таким образом вдвойне утверждать. Учением и низведением помощи свыше посредством своих молитв. 1 Коинфонам 16, 24. 1 Коинфонам 16, 24. И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь. Толкование. Поскольку удален был от них по месту, то как бы обнимают их руками любви, говоря. Любовь моя любовь моя с вами. То есть я приветствую со всеми вами. Вернее, я присутствую со всеми вами. Ибо я не без вас, хотя и в другом месте. Этим же показывает, что хотя написанное и проявляет горечь, но оно написано не от гнева, не от ярости, а от любви и заботливости. А дабы не подумали, что, говорит, это из лести к ним прибавляет во Христе и Иисусе. То есть любовь моя не имеет ничего человеческого или плотского, но духовно и во Христе. Будем же и мы молиться, дабы, любя друг друга во Христе, не носить нам в себе ничего от мирской любви, которая враждебна Богу. Ибо таким образом удостоимся и вожделенных обителей Божиих во Христе Иисусе, Господе нашим, возлюбившим нас, которому слава во веки веков. Аминь. Аминь. Вопросы у кого-нибудь есть? Можно задать. Вопрос. Что значит любовь во Христе? Кто желает ответить? Анжелика спрашивает. Да, я вот думаю, это значит как? Это вот сочувствие к близкому, да, помощь. Вот так это должно выражаться? Или как? Или как? Тут вот говорится о мирской любви еще к тому же. И во Христе, и по слову Его, любовь написана в Писании, есть исполнение закона. А законом-то даже вот просил вас, назовите 10 заповедей. И не назовете. Может быть, любовь во Христе, это значит любовь по заповедям Божьим. Любить ближнего так, как Господь возлюбил нас. Именно не своей мирской любовью, а примером самого Господа. Еще у кого есть? Игнат Тихонович, что значит любовь во Христе, как Вы понимаете? Ну, в первую очередь, я вернусь к тому. Кто не заменил еще фотографию и не имея фамилии, лишается права говорить, сразу поставь за правило. Вот у вас принимают в общем, но в течение года он не имеет права голоса, пока его не узнают. То есть, держи, кажется, кнопку на взводе. Второе. Какие формы любви бывают, чтобы мы тогда поняли? Не надо думать, что, допустим, у Сталина, у Ленина, у Наполеона, у Шингисхана любви не было никакой. Они любили. Любили жен. Любили детей. Чтобы свою нацию так любить, как Гитлер, такого человека трудно найти просто за мировую историю. Из праха, из унижения поднять страну. Но куда он привел этой любовью людей? И поэтому во Христе означает личные наши мнения, амбиции, предположения, подозрения, все в стороне. Во Христе. В прощении и чисто. Он их знает. И поэтому приветствовать во Христе, ничего не иметь за пазухой. Ни за прошлое, ни за настоящее, ни за воображаемое. Вот так. И не говорит никогда, как... Христос любит всех. Да, всех любит. Но, однако, ворота не закрыл. И, однако, Он скажет, отдадите, проклятые, в огонь вечный. Слово в любовь сегодня многие играют. Очень сильно. Любовь на каждом шагу. И Бог никого не наказывает. Ну, то есть, дошли до полного отвержения от Слова Божия. Я говорил Еремею. Господь говорит, я устал миловать вас, как ты оставил меня, и я оставил вас. Если вы для меня, как волки, я для вас таким же буду. Вот о чем надо помнить всегда. И Господь любит грешника, кающегося. И когда этого слова не говорят, получается ложь на Бога. Любит грешника, кающегося, а не кающегося, ненавидит и истребляет. Как потоп, как садомские города, и как... Ну, всегда так и было. Вот такая любовь Божия. Если сегодня сказать, вот, внуки приезжают к бабкам. Ну, деды иногда живые, хотя их мало. И как они их любят? Любят. У них главный лозунг. Ешь больше, спи дольше. Все на этом кончилось. А если бы они приезжали и знали, что здесь они многому научатся, ранному подъему, ночной молитве, то вот это была бы любовь. Если он сделал, ну, ладно, ну, кого он маленький там, ну, что вы к нему пристали-то? А если бы она его наказала за это, как положено, с разрешения родителей и без разрешения, вот это любовь. Кто любит, тот наказывает, написано. Есть ли такой отец, который не наказывают? То есть это не законные дети, не сыны. Как в послании к евреям Павел пишет, есть ли такие отцы, которые бы не наказывали? Вот тебе и любовь. И сегодня кто из старых людей любит внуков? Иначе-то? Никак. Они проиграли жизнь свою, а жизнь-то прошла не в Боге. И теперь они отыгрываются на внуках. Да, проиграли полностью. Полная фиаско с сыновьями, с дочерями. А вот на внуках мы что-то сделаем, ничего уже не сделаете. Потому что думает не о смерти, не о том, чтобы этих внуков привезти на небо, а чтобы они о них хорошо думали, ласкались к ним, как котята. Но они понимают, у бабы сегодня получка, едет мама к ней. И бабка последнюю рубль отдаст. Ой, вот какой внучек-то растет. Дед-то говорит, смотри, он точно такой же, как я, левой ногой шабаркает. А бабка смотрит на внучку, и так же задницу отклячила, как я. Они смотрят, и внуки-то похожи на это. А любить надо что? Что если бы она побегала, поиграла, прибежала и сказала, баба, давай помолимся вместе. Сегодня Господь дал такую погоду хорошую. Ну и скажи, из тысячи детей, внуков-то кто так? И которые что бы ни делали, никогда бабка с дедом, ну почти никогда не накажут. Вот тебе и любовь. А во Христе Иисусе, он не пропустит ни одного проступка. Он расскажет и накажет. Скажет, сегодня у нас вместе с тобой я буду наказан. Остаемся без ужина. Потому что ты девочку соседнюю обидел, обозвал ее там, или обругал. И вот это будет ему зарубка на всю жизнь. А сегодня, я говорю образно, как только внуки родились, стариков истреблять. А они делами своим покатят. Это главные вредители сегодня воспитания детей. Вмешиваются, передать ничего не могут, а у них ничего и нету. Что было? Блуд да воровство. С работы все тащили. Ну, в корень-то посмотреть. Вот тебе и любовь. А во Христе думать о вечности. Привести туда всех, кто с тобой и знается. Не тратить зря время. Отошел. Благодарю. Аллилуйя. Второе послание к Коринфянам. Первая глава. Первый стих. Павел. Павел. Волею Божию. Апостол Иисуса Христа. И Тимофей брат. Церкви Божией. Находящийся в Коринфе. Со всеми святыми по всей Ахае. Толкование. Поскольку апостол при первом послании посылал Тимофея в Коринф. И потом опять принял его. Когда тот возвратился, то справедливо присоединяет к своему имени и его имя. Кроме того, Тимофей показал Коринфянам и опыт своей добродетели. Таким образом апостол упоминает в настоящем послании о Тимофее, как бы о лице уже известном Коринфянам и многое исправившим у них. Заметь, что иногда называет его сыном. Как сын отцу, говорит, служил мне в благовествовании. Читаем в этом послании филиппийцам 2.22. Иногда сотрудникам. Ибо он делает дело Господне, как и я. 1 Коинфянам 16.10. А теперь братом, представляя его во всех отношениях достойным уважения. Опять соединяет их, сказав, церкви. Ибо находящиеся в разделении не составляют церкви. Вспоминает обо всех живущих в Ахае, оказывая предпочтение Коринфянам. Когда через послание к ним приветствует всех и в то же время призывает весь народ к согласию. Кроме того, поскольку они все колебались, то предлагает им общее врачество. То же самое делает в посланиях к галатам и к евреям. Называя же их святыми, показывает, что если кто не чист, то не достоин этого приветствия и наименования. Вопросы? Вот такой вопрос. Игнатий Лапкин говорил, что святые — это все уверовавшие в Бога. А здесь называют святыми и говорят, что кто не чистый, тот не достоин этого приветствия. То есть не чистый из уверовавших. Знайтихович, вам слово держать. Я уже сказал, собакам я отвечать не могу. Ты тоже предупреди. Пока не поставят свою фотографию, нет имени, лишается слова. Предупреди строго. У нас занятие православное. И зачем же нам эту мирскую здесь мерзость тащить? Я даже не вижу, кто это говорит, чего, зачем. Имени нету, только у бесов. Стоп, стоп, стоп. Игнатий Лапкин говорит Михаил Овсянников. У него фотография поставлена. Не, я вроде все изменил. Там собака в этом шапке. Вы продолжаете его клепать дальше. Зачем вы это делаете? Я говорю, что я вижу только собака в шапке. И никакого нет. А я вижу Михаил Овсянников. У вас не изменилось, у нас не изменилось. Сергей, только что изменилось. Только что изменилось. Только что, секунду, когда я говорил. Фамилию поставить имя, чтобы было кому отвечать. Пока ответа не будет. Михаил Овсянников, отвечайте. Фотографию прекрасно. Вот он. На видео училась. Вот он. Вот теперь, пускай фамилию еще поставит. Так, вопрос. Овсянников, то есть, я отловился. Михаил Овсянников. Откуда вы летаете? Слова-то Михаил Овсянников говорит, как раз те, что и надо говорить. Абсолютно правильные. И теперь вот как поставить. Может ли человек верующий, признавший Христа своим спасителем, и узнавший, что тело его является храмом Божьим, курить? Простое дело, курить. То есть, он является самоубийцей. И может ли к нему приставка быть святой? Когда уста его, зловонная кодельница дьявола, как говорит Иоанн Кронштадтский. Это не просто, ну, человек не может от какого-то порока избавиться. Это твое дело. Но к тебе имя, брат, имя святой, непримемлемо. Потому что в церкви этого не может быть. А если еще и дальше разобраться, а если пьянствует, за пределами церкви находится, он отлученный. Он обязательно будет стоять с отдельным. Вот у нас даже во двор приходит, допустим, можно ли прийти. Мы узнаем и говорим, можно. Или в Потеряевку приехать. И сразу спрашим, куришь или нет. К сожалению, курю. Поэтому ты должен хотя бы дня за три бросить табак и с собой ничего не брать. Даже в ограду не заносить. И чтобы противоречили, у нас этого нет. И при том люди с этого момента начинают исправляться. Не надо придумывать слова экономии и прочее. Сэкономили. Страну пропукали. Если это брат, и во Христе, значит он в церкви. А в церкви, значит, без этих видимых пороков. Они так, к нему только обратились, он матом гнет. Самым настоящим площадным матом. Какой же это брат-то? Это обличие волка. Под обличие овцы только. И святой, тем более непринимый к нему. Бывает, что-то человек имеет, где-то тут разбирать надо, кому-то не дал или прочее. Но это явно то, что мир утопает. И это даже не должно у нас, как Павел говорит, именоваться не должно быть. Конечно, и правильно, что к такому неприменимо. И братом называть, подумать надо. Скажите, то есть не все, кто ходит в храм, могут называться братья, да, наши и сестры? Да? То, как себя ведет еще нужно глядеть. Не в храм, не в храм ходит. А когда ты узнаешь его, что действительно он примирился со Христом, что он христианин. Вот он ходит. Я гляжу, он крестит ухо, как только что, так правое ухо крестит. Я вышел, поговорил, Анатолий, что с тобою? Он одержимый. Одержимый. В него вошел без... Когда вошел? Во время блуда, когда жене изменял. А покаялся ли в этом? Молчит. Да какой же это брат? Ты, брат, уже делаешься сатане в буквальном смысле. Теперь другие этого Кашпировского, там, Чумака заряжались. Я с ним беседую. Ну, он говорит, а я что, виноват? Священники все этим занимались. Такого одра за хвостом в яму. Никакой он не брат. Потому что церковь, то, что храм открытый, налево-направо, любой заходит. Там никого и нет, никто не смотрит за дисциплиной. У нас даже шепотом, если во время богослужения несколько слов сказали, кончилось. На собрании обязательно смотрители сделают замечание. А это никакого наблюдения, это нету. И поэтому ничем это не отличается. Даже в театре то нельзя это делать. В театре существует порядок. Придешь в кабинет начальнику, к губернатору, ты же не будешь так себя вести, как здесь. А в церкви стоит, разговаривает, ходит. Выйдет материться. Не годится это. Это мы сами православную веру, господ, под корень рубим. Отошел. Понятно, спасибо. А у меня вопрос. Можно? Кто такой апостол и может ли современный христианин назвать себя волею Божию апостол Иисуса Христа? Теоретически да. Практически не рекомендуется. Другие могут назвать. Вот они его гнали. И гнали очень крепко. А он был экстраординарный профессор в Санкт-Петербургской академии. Семенов. Ермонах. Михаил. Но когда он умер, канадский Михаил был для Канады, его провозгласили спустя много лет апостолом 20 века. Апостолом. А плевали на него каждый, что хотели. Действительно он апостол? Апостол? Так апостол что это? Расул. Я сказал это как Расул Гамзатов. Это имя такое апостол. Ну то я не знаю, у болгаров или у кого у них прям такие имена называются. Или вот у сектантов бывает. А вон у нас евангелисты. Евангелистов мы знаем только четыре. Оно по смыслу действительно да. Но по названию никогда святые не упоминали. Никого не называли евангелистами. И просто по состоянию его дел, то действительно апостол. Настоящее апостольское дело он делает. Ну возьмите допустим Иннокентий, Вениаминов, митрополит московский, который просвещал северные народы. Или Николай Касаткин, просветитель Японии. Это настоящие апостолы. Что они делали? Не они только. Макари, алтайский архимандрит. Он работал, трудился и крестил 475 человек алтайцев. Там мои роты. Это апостол. В свое время переводчики священного писания. Но их так не называли. А после смерти стали называть. Как бы образно показывая, сколь великое дело они сделали. Вот так. Так, но вопрос-то был задан, может ли человек сам себя называть апостолом? Мы такого не встречаем. А они могут называть кто-то. Вот недавно умер очень известный архимандрит Павлов. Павлов. Кирилл, кажется его звать. Вот. В московской патриархии. Я с ним беседовал. Был у него на исповеди. Ну и он стал расспрашивать. Все. Я сказал, как среди из дектантов приходится. Он очень удивился и говорит, если сегодня 12 бы человек через кого-то пришло из дектантов православия, это уже апостол. Апостол нашего времени. А вот его слова. Видите, тут вот начинается же Павел, апостол. То есть он сам себя называет. А были ли такие люди после Павла, которые бы вот себя называли апостолом? Или только кто-то другой их называл? Другой. Своих не было. Ни златоуст, ни кто себя так не называли. Вот. Про меня ставят фильм. Называют златоуст какой-то. Не я называю. Ну какой я златоуст? У меня ни образования, ничего нет. И выставят газеты, выходят. Златоуст там везде называют. Какой же я златоуст? Ну смешно даже. И с этим именем. Златоуст, допустим, Иннокентий, какой тогда был. Вот у русских, у православных, хороший проповедник. Там действительно было. А так, я слышал об отце Геннадии в пасте. Посторонние говорят, это златоуст наших дней. Ну действительно, там есть что послушать. Но себя как он назвал бы так? Благодарим, понятно. Второе. Коринфянам, первая глава, второй стих. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Толкование. И теперь употребляет обыкновенное приветствие. О чем сказано в других местах. Второе. Коринфянам, первая глава, третья стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Отец милосердия и Бог всякого утешения. Толкование. В первом послании обещал прийти к ним. Но так как не пришел, то предполагал, что очень опечалил их мыслью, будто предпочел им других. Итак, желая оправдаться и показать, что его задержали многие случившиеся с ним искушения, предлагает прекрасное объяснение в свою защиту. Благодарю, говорит Бога, спасшего меня от опасностей. Через это благодарение намекает на то, что были некоторые великие препятствия, удерживающие его за освобождение от которых, и благодарит. Он явил столь великие щедроты, что извел нас из самых врат смерти и удостоил нас всякого утешения в скорбях. В святых был обычай называть Бога по благодеяниям, получаемым от Него. Так, по случаю победы на войне, Давид говорит, «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!» И еще, «Господь, крепость жизни моей!» Псалом 26, 1. «По случаю избавления от помрачения и затмения ума и от печали, Господь, просвещение мое!» Так и теперь Павел называет Бога отцом щедрот и Богом утешения вследствие того, что с ним случилось. Заметь же его смиренно мудре, получив избавление от искушений за благовестие, он не говорит, что избавление по достоинству, но по щедротам Божиим. Сережа, тут у вас звонит и спрашивает, как присоединится к вам какая-то Анжелика. Это я, это я к вам хотела. К вам именно. Смотрите, что через час там вопросы будут, пусть подождет. Да это я, тут уже. Так, Сережа, к прошлому ответу, который я давал, ты слышишь меня? Слышу. Вот апостолу придумали, как? Равноапостольный князь Владимир. Прямо так и икона подписывается. Это не соответствует действительности нисколько. Апостол означает посланный, он не был посланным. Далее, он ни одного дня не ходил на проповедь. Через него ни одна душа не обратилась. Через благовестие. Какой же он равноапостольный-то? Ну, рисует на крещении, вот, картина крещения Руси. Стоят рядом воины, меч такой, метр высоты. Я пёрлась на него. И говорит он, князь Владимир, кто не со мной, тот не друг мне. То есть, вот отца его проповедь была. Я говорю, неправда. Для чего меч состоит, не друг мне. Кто не со мной, тот враг мне. И сегодня так везде и пишут. Его слова были враг. Ну, выбирать-то нечего. А так, Григорий Акарагандийский был. И тогда они решили. Евреев, чтобы обратить. Кто не примет христианство, казнить всех. Ну и всё. Все пришли, стали верующими. А внутри-то остались те же самые. И вот Константин, равноапостольный, Константин, до самой смерти руководил Первым Собором, председатель Первого Вселенского Собора. А крещение не принимал ещё. Ну какой же это? Он даже не брат во Христе. Он до самой смерти был некрещеный. И перед самой смертью крестил его еретик. Ну, тут даже говорить не о чём. Равноапостольный, как это так? Вот два же факта. До самой смерти некрещеный был. И крестит его еретик. Всё это скрывалось. Сегодня прямо открыто пишут. Хотя это было известно. Замазывали где-то. Равноапостольная Нина. Вот у грузин. Нина просветительница. Вот это равноапостольная. Она обратила к Богу практически всю страну. Ну, житья её надо считать, чтобы увидеть где. И вот её чтут действительно так. Как апостол. А это именно равноапостольная. Равноапостольная кто? Мария Магдалина. Её называют апостол для апостолов. То есть мы сами можем увидеть, кто делал так, кто непрерывно проповедовал. Через которое люди познали истину. Вот. А через которого ничего этого не было. А только издал один эдикт. Сменяется язычество на христианство. А ничего и не было. Ни одного Евангелия не дали. Тысячу лет не дали русским людям Евангелие. А вот теперь то и получается, что мы видим. Всё. Второе послание к коринфянам. Первая глава от четвёртой стих. Утешающий нас во всякой скорби нашей. Чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Толкование. Не сказал, не приступающий удручать нас, но утешающий нас во время скорби. Перестающий. Я неправильно прочитал. Перестающий. Так, ещё раз. Благодарю. Не сказал, не перестающий удручать нас, но утешающий нас во время скорби. Ибо если он, Господь, и попускает удручать нас, то для того, чтобы мы через терпение стяжали награду, когда же видит, что мы изнемогаем, то утешает нас. И это делает всегда. Поэтому не сказал, что он однажды утешил, но утешающий, то есть всегда. Да, и не в этой или другой скорби, но во всякой. Не потому, говорит Бог, утешает нас, что мы достойны утешения, но для того, чтобы по образу утешения, испытанного мной, я мог утешить и других, находящихся в искушениях. Поэтому и вы, видя меня как утешенного, не унывайте, пребывая в скорбях. Через это же указывает и на дело апостолов, на то, что они поставлены для того, чтобы других поощрять и возбуждать. А не как лжи апостолов, которые, пребывая в неге и сидя дома, пренебрегают нуждающимися в утешении и поощрении вопросов. 2 Коринфянам 1 глава 5 стих «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». Толкование «Не унывай, говорит никто, кто слышит о скорбях и страданиях, ибо в той мере, как они умножаются, увеличиваются и утешение». Не просто так же сказал «страдания», но «Христовы», чтобы и этим воодушевить коринфянам. «Христовы» — суть страдания те, которые мы претерпеваем и через то становимся общниками Ему в страданиях. «Поэтому величайшим утешением для тебя, да будет то самое, что ты переносишь в скорби Христовы, и не их только, но большие. Ибо, говорит, умножаются в нас страдания Христовы, то есть мы терпим больше, нежели сколько претерпел Христос. «Чувствуя, однако, сколь великое сказал, смягчает, то же самое говоря, умножается Христом и утешение наше, ибо все относит к Нему». «И не сказал, что утешение равно скорбям, но умножается гораздо больше скорбей». Вопросы? Ну, я вот когда читал, у меня сразу как бы резануло ухо, что толкователь говорит, что мы терпим больше, нежели сколько претерпел Христос. Какое-то у меня внутри несогласие, как можно претерпеть больше, чем Христос претерпел, взяв на себя весь гриф мира. О чем здесь речь, что имеет в виду толкователь? Или по времени они больше страдают? Как можно, как бы себя выше Христа ставят, получается? Вольно или невольно подумаешь об этом. Можно ответить? Пожалуйста. Это Сергей, это Углитар. Я слышал... Сергей, ничего не слышно. Я буду громче говорить. Я слышал ответ, о котором говорил Гнатед Тихонович. Вас не слышно, Сергей, погромче. Или микрофон поближе. Я слышал ответ такого порядка. Когда на вопрос одного врача, ну известный нам человек, ответил такие слова. Кому было труднее Зои Константиньянской умирать? Или, наверное, Господу Суцу Кресту на кресте? И был ответ. Тяжелее было Зои Константиньянской. Иными словами, и нам тяжелее. Потому что мы не имеем такого, такой благодати, такой силы божественной, такого понимания наших скорбей, как это имел Господь Иисус Христос. Поэтому наши скорби переносятся нами гораздо тяжелее, в силу нашей немощности. Вот у меня такое понимание ответа на этот вопрос. Слышно, да? Да, слышно. Сергей, откуда ты взял эту фразу, что вот что сейчас Сергей сказал, Игнатов, и что я говорю, это в сравнении не со Христом, а в сравнении, допустим, с мучениями какой-то мученицы. Что выше? Это мне задавали, когда меня пытали. Ну, там профессор приехал. Так вот, а где ты нашел, что в сравнении выше, чем у Христа страдания? Покажи, откуда ты это высчитал, такую мысль. Конечно, Игнатий Ильич, я такое нигде не вычитал. Нет, я не к вам обращаюсь. Не к вам, я к Сергею Пупкову обращаюсь. Я к вам не обращаюсь. Так, пускай, найди то место, на которое ты сослался. Можно я прочитаю это? Сергей руководит, у него спрашивайте. Читайте. Ибо говорит, избыточествует страдание Христа, Христова в нас. То есть, мы терпим больше, нежели сколько претерпел Христос. Вот эти слова в толковании Фефилакта. Отошел, все. То есть, вы утверждаете, что здесь имеется в виду то, что вот Христос имел благодать, а мы такой благодати не имеем, поэтому нам труднее. Зои Космодемьянской, ссылайтесь на Игнатия Тихонича, который говорит, что Зои Космодемьянской было труднее, нежели... Ну, в общем, Игнатия Тихонича. Я и на свой опыт могу сослаться, что мне очень тяжело было терпеть скорби до тех пор, пока я не стал православным в полном смысле этого слова. Когда, допустим, меня обидели, а я долго не мог простить. А когда уверовал и простил, у меня камни с души полетели, мне легко стало. А если бы я еще больше имел благодать, ну и этим скорби я бы воспринимал бы как радость, а не скорби. Вот у меня такое понимание. То есть, здесь апостол Павел пишет именно вот к таким начинающим, как ты, православным, которые вот еще не могли прощать обиды, и он их как бы заранее утешает, и вот этими как бы... Это имеет в виду Феофилак, что ли, получается? Так? Хочется сейчас бы у него спросить, Феофилак, что ты имел в виду, дорогой брат, когда писал это? Он бы нам бы разъяснил. Ну, Игорь Тихович, но вы как думаете? Не думаю совсем. Ну и правильно. Оставить это никак думать нельзя, но это выражение требует пояснений предыдущим, последующим. Это место требует молитвы и посмотреть, что-то за этим кроется. Считай, что там место нужно оставить. Второе Коринфянам 1.6. «Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, как и мы терпим. Вы, говорит, не должны смущаться о том, что я терплю скорби, потому что мы подвергаемся скорбям для вашего спасения и утешения. Мы могли бы провести жизнь в безопасности, если бы не проповедовали. Но теперь, когда проповедуем, чтобы спасти вас и утешить души ваши через проповедь и происходящее отсюда благо, подвергаемся скорбям. Итак, мы претерпеваем скорби для вашего спасения, но вы не должны смущаться. Совершается сие спасение не только через наше терпение, но и через ваше. То есть не я один соделываю спасение ваше, но и вы сами. Ибо как я, проповедуя, терплю скорби, так и вы, принимая проповедь, терпите те же самые страдания, какие терплю я. Свидетельствует перед ними о их великой добродетели тем, что они приняли проповедь с искушениями. И на слова Феофилакта о проповеди Игнатий Тихонович дает свой небольшой комментарий. Слово проповедь звучит так просто и обычно в толковании Феофилакта. Что же стало с нами? Почему это слово проповедь не столь популярно ни в храме, ни в обыденной жизни? А причина только одна. Нет истинного духовного рождения свыше, нет любви к Богу и к Слову Его. Поэтому-то такое пренебрежение к Библии, хотя и стоит она дома на почетном месте. Если кто-то из пастырей все же решается проповедовать, свои же братья постараются задушить его проповедь, чтобы он не высовывался, чтобы было как у всех. Такой брат может сказать, проповедуя, терплю скорби, за многое терпят скорби священники, но только не за это, к сожалению. Вопросы? А те, кто принимает вот эти проповеди, да, они тоже терпят, да? Я вот так понимаю, что, допустим, я вот сейчас вас послушала, да, начинается в душе такое смятение, что я все, в общем-то, все не так делаю. А мысли-то они все остаются, и вот сутками думаешь, думаешь об этом, иногда даже мозг закипает. Из-за этого, да, так называются? Ну, я думаю, принявший проповедь, сам начинает жить благочестиво, и сам начинает проповедовать. И написано, все желающие жить во Христе Иисусе благочестиво будут гонимы. А гонения, естественно, не всякий может перенести благодушно, и от этого наступает. Будут вас гнать. Гнать будут. Как и апостола гнали. Его сажали в тюрьму, в тюрьму, преследовали. Во времена Антихриста начнутся страшные гонения и испытания на христиан. Будет поставлен выбор, либо ты лишаешься возможности продавать и покупать, либо начертание будет. Без этого начертания невозможно будет ни продать, ни купить. И христианин должен сделать выбор. Разве это не скорби, разве это не искушение? Видеть, что ты не можешь детей накормить уже, ну, ни продать, ни купить. Понимаете? И тогда тоже он проповедует для чего? Чтобы спаслись эти коринфянами. Потому что без проповеди нет спасения. Прекрасно знает, что его будут гнать за это. Давно ли был 17-й год, коммунисты гнали, вырушили церкви, забыли все? Какие скорби испытывали христиане? Пойдет в гулаг все это, в тюрьму. Вот живой свидетель Игнать Тихонич. Я думаю, об этих скорбях речь идет. Именно от гонителей. Но, может быть, и... Тут написано во всякой скорби. Конечно, и мозг закипает, и тоже от этого скорби. Что-то отгонение, впущение, все понятно. Скажите еще, пожалуйста, а вот из современных проповедников кого можно лучше слушать? Вот, допустим, я слушала Масленникова, Стеняева. Кураева начала? Нет. Как услышала, что он там, в общем, более такой уже... Ну что, в брюках можно ходить там, стрижки делать можно, на все это. Хотя, все это я сама, естественно, делала. Или вот только, может быть, сейчас начала отходить. Но я понимала, что это не нужно делать. Вот. Головина слушала. Вот, как бы, кого бы вы посоветовали? Вот вы еще сказали, батюшки... Ой, какого я уже нашла? Владимир, да? Ой, отец Геннадий. Это кто? Заридзе, да? Что вы сказали, можно его послушать? Потому что, как бы, читать возможности слишком нету. Я вот всегда утром, пока дети спят, я в кухню выхожу, включаю какую-нибудь проповедь, слушаю и готовлю есть там детям. Все такое. Что можно лучше послушать для души будет, чтобы полезнее было? Вы меня спрашиваете? Да хоть кого, кто ответит. Ну, что касается меня, я рекомендую наш канал «Во свете Библии открытым оком» слушать. Очень много людей благодарят и пришли из сект в православие. Игнать, пишите... Слушаю, слушаю, но иногда очень тяжело. Вы очень, как бы, сами знаете, да? Вот когда начинающий, я себя считаю еще такой. Я уже лет 15 начинающая. И все, никак я до конца не дойду. И поэтому, когда вас долго тоже слушаешь, ну, это вот то, что мозг закипает. Потому что всему это в один день следовать, ну, никак, ну, тяжело очень. Постепенно как-то нужно ходить. Ну, а вам хотелось бы слушать того, от которого мозг не закипает, ничего делать не нужно, и продолжать еще 15 лет приходить к вере. Нет, от мозга никого тоже сильно закипает. Поначалу даже боялась его слушать, сейчас ничего слушаю, спокойно. Это хорошо, что мозг закипает, то есть Господь через совесть начинает вас тревожить святым духом, сердце ваше касается. Таких и нужно слушать. Апостолы говорят, никогда между нами не было слов ласкательства. То есть все, батюшка хороший, все как по маслу говорит, там все, его приятно послужит. Нет, таких вот... Таких нужно снигать. Выбери такого себе учителя, строже которого нет во всей вселенной. Строгость должна быть, никакой экономии, я против экономии, что там брюхок. Чем строже, тем лучше, это вот мое мнение. Найдите себе такого, самого строгого. Тогда будет хоть какая-то надежда на ваше спасение. А где летит его? Ой, извините, довольно... Вот только что сказал вам. Игнает Тихонович Лапкин, канал открытым органом востоке. Да, 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 я имею в виду батюшку. У нас вот он один, и все. Батюшка? Угу. Ну, Стеняева, он очень по писанию хорошо говорит. Мне вот, я у него не слышал ничего такого. Кто по писанию, говорит, ну, многие говорят по писанию. А когда вы не слышали? Нет, нет никого. Что-что? Других слушать не хочется. Других и слушать не хочется. Только Игнает Тихоновича хочется слушать. Сережа, Сережа. Да. Я вернусь к тому, о чем говорили. Страдания претерпели больше. Давайте-ка прочитаем внимательно. Ибо говорит, умножаются в нас страдания Христовы. Ну, кто хочет, это пятый стих. 1, 5, 2 Коринфянам. То есть мы терпим больше, тут главное слово больше, центральное слово, нежели сколько претерпел Христос. Чувствуя, однако, сколь великое сказал, смягчает то же самое, говоря, умножается Христом и утешение наше. Ибо все относит к нему. И не сказал, что утешение равно скорбям, но умножается гораздо больше скорбей. Вот когда говорят, вот согрешил Адам, тут за этим что кроется? Вот я сейчас сижу, молюсь и смотрю, маленько приоткрывается где. Во Адаме все умирают. Но Ходин согрешил и все умирают? Да, все умирают. Писание так говорит. А во Христе все живут. А вот теперь, говорит, стало преизобиловать благодать, Павел говорит. И благодати в жертве Христа столько, что если было бы тысячи вселенных, и все грешили бы столько, сколько на земле грешат, но благодати жертвы Христовой достаточно и сверх того, чтобы искупить всех. Вот смысл какой заложен был апостолом Павлом. И здесь, говорит, больше, то есть выше, нежели сколько претерпел Христос. То есть Христос терпел за все страдания, какие были. Но здесь, конечно, в виду имеется, когда напомнили то сравнение, сейчас вот Сергей Игнатов говорит. Я сижу перед профессором, допрашивают меня. И он говорит, вот подвиг Зои Космодеменской, и вот вы говорите, Варвара Великомученица, как вы считаете, с чьей больше? Я говорю, конечно, Зои Космодеменской. Если меня послушают православные, они не согласятся. Почему? Потому что ты получишь обратно то, что было, как вот седьмая глава второй книги Маковейской. Их казнят, а мать говорит, не бойтесь, что глаза выдавливают, что жарят, руки отрубают. Вы все это получите сегодня же у Бога, обратно. Все будет, и никаких ран не будет. А та страдала, ничего не ожидая. Перед ней одна была бездна, и она уходит навсегда. Нерадости встречи с родными. Не может быть у ней какая-то там любовь была к кому-то ближе всего. Она ничего этого уже никогда не получит. И вот человек, который знает, вот я отдаю, допустим, деньги, и знаю, что через день мне обратно вернут, да еще с прибытком вернуть. Или который отдает все, и есть завтра нечего, и ничего ему никто не вернет. Что тут спрашивать-то? Вот в этом плане. И поэтому, если с этой стороны здесь говорить, то человек, который, ну и два, и два верит-то, он терпит больше. Не то, что страдания перебарают, страдания Христовы, а то, что нет до конца уверенности, что ты получишь обратно отнято у тебя утешение. Вот тут проскальзывает ими эта мысль. Терпим больше, сколько претерпел Христос. Ну, если по-нашему говорить, он терпел за весь мир и за будущее, но только то, что перед ним было. Он за них просил, которые распинали. Но сегодня такое, что Христос не видел этого, и Бог говорит, мне на ум не приходило, что вы делаете, эти гей-парады. Сегодня официально разрешают насиловать двухлетних девочек в люльке. Официально. В Дании там где. Мусульман разрешает после смерти, он имеет право совокупляться с женой спустя шесть часов даже. Вот приехал епископ. Приехал, и к нему одна подходит, говорит, а нам маму отпевать надо или не надо? Она верующая была, конечно. Но он еще и епископ не знает, что он скажет ему. Так вот какой. Мы ее отпели, мы похоронили, уже сорок дней прошло. Так а что же спрашиваете? Да какой-то появился маньяк, раскапывает на кладбище, достает трупы и насилует их. Трупы. У него по ним обморок, когда я говорю. Это в городе Фрунзе было. Не было такого нигде преступления. Я сижу, и попались люди, которые... А за что попались? В десятом классе. Она настоящая девственница. И они про это прознали теперь. А остальные это все. Но не такие их. На букву «Б» только называть можно. Что они теперь делают? Они ее хватают, тащат в подвал. Тех, которые называются девушками. Девушка, у которой девственность сохранилась бы. Они ее держат. А парни этого же класса насилуют ее. Которые держат эти... Кто они? Назвать какое имя? Когда мне это говорит следователь, я говорю. Неужели это серьезно? Я это дело веду. Дело веду. А я сижу в тюрьме. Я просто оглушенный был. Я стоял и плакал. На другой почти такое сделали. Подняли ее наверх. И на крыше они там мочились на нее. И она там с девятого стажа бросила и разбилась. Этого нету ни в описании книг. Этого нигде нету. Нету ни в литературе. Нигде. Вот в этом плане наши страдания, ну, мы видим это все. Оно не выше, но такое как бы больше, превышающее то, что было во времена Христа. Вот такой смысл я закладываю в эти слова. Все. Отошел. То есть смысл по мере увеличения беззакония увеличилась благодать. То есть такой смысл. Это не было на глазах. Господь-то страдал. И незримые эти как бы. Я просто сам вкладываю то, что может быть автор-то именно это мог сказать. Я не могу сейчас до конца сказать. Но смысл понятный. Больше. То есть таких преступлений не было тогда. Он просил за распинателей. Это понятно. Но именно вот то, что сегодня мир наполнен таким безумием и готовится умертвить 6 миллиардов людей миллиардов, чтобы один золотой миллиард оставить. Но это даже кажется и демоны не думают. Зато он сравнивает и говорит, что люди хуже демонов. Демоны не сребролюбивые и не блудливые. А у человека ни конца, ни края нету грехам. Вот какой смысл. То есть превышающее в нашем разумении, когда мы это видим реально. А Господь-то, как Бог, Он знал, что это будет. И поэтому наши страдания здесь, они не вмещаются в рамки здравого разума. Так, час у нас прошел. 15 минут осталось на вопросы и ответы. Можно задавать любые вопросы, не по теме. Затем на духовные. Есть ли у кого вопросы? Есть у меня, можно, да? Да, можно. Игнатий Тихонович, я причащалась первую неделю поста. Да, у нас молодого священником сделали, ему 30 лет нет. А до этого я спрашивала нашего старшего батюшку, говорю, ну вот я хочу причащаться, но только не у молодого. Он говорит, а почему? Ну я говорю, вот так вот не буду. При свидетелях было, при людях. Я говорю, он еще молодой, не по канонам заслужил это священство. Он говорит, ну вот в пятницу исповедь пройди, а в субботу я буду причащать. Все, я подготовилась, пришла в субботу, и батюшка причащает молодой. Ну я помолилась и пошла к нему. А дальше-то зачем же ты пошла-то? Зачем? Ты месяц терпела бы и дальше, когда все тебе сказали. Зачем же ты пошла-то? Ты виновата. Тебе ответ дали правильный. Ты бы сказала, шестой вселенский собор, 14-15 правило, извергает его из сана. Но никому старайся лишне-то не говорить об этом-то, чтобы от него не оттолкнуть. Ты знаешь, если ты не знаешь, как Павел говорит, ты ободоложертвен, но ты примени это суда. Ты сама не права. Зачем же ты подошла? Какая беда-то? Ну представьте, что батюшка, может быть, заболел или что-то. Он вышел, смотрит, а тебя нигде нету. Поступила неправильно. И этот вопрос вы мне задавали, я вам отвечал. Не ответили. А, не ответили, потому что... Так что же, я неправильно подошла, я причастилась. Я неправильно причастилась? Правильно, все, только не терзай себя. Правильно. Но у тебя внутри-то сомнение осталось, и поэтому ты не права в этом, что не послушала старшего. А он, конечно, через него таинство действительно. И никому только ничего больше не говори. Забейся в уголок и стой. Но ты сказала все правильно старшему. И удивительно, что священник у вас старший-то отреагировал правильно. Обычно он начинает, ты за собой смотри. Ты еще тут судишь кого? Кто ты такая? Вот как они отвечают. Ваш батюшка какой-то не такой прям, как обычный батюшка-то. И поэтому он ответил правильно, и к нему иди на исповедь. Пока этому не будет 30 лет. Тебе уже ничего не поправить и нам. Я бы точно так же сделал, как вы. Но к молодому уже не пошел бы. И не потому, что он безблагодатный, а потому что я знаю, что это нельзя. Как говорится, мне сказали, что ты доложертвенная, тогда не ешь. Так и здесь. Сказали незаконно. Я уже не буду подходить. Но другим не буду говорить, чтобы к нему не подходили. Можно тоже вопрос? Да, пожалуйста. Я покрестилась в 2003 году. Значит, предварительной исповеди никакой не было. Нас ничему не учили. То есть школа покаяния никакая не велась. Вот. Ну, в общем, меня бабушка там учила. Маленькая я еще была молитвой. Я знала, я постоянно молилась даже до крещения. А потом вот у нас тут церковь появилась, пошла покрестилась. И вот сейчас меня волнует вопрос. Значит, генеральная исповедь. Некоторые батюшки говорят, что нужно вот все из себя вытаскивать. Все досконально. Вот это все рассказывать священнику. Все вот это объяснять. Вот, семи лет. Или это не обязательно делать. Или только вот то, что касаемо, вот, допустим, ну, с 2003 года. И нужно ли все, допустим, вот ты совершила, да, там, какой-то блудный, да, грех. Все вот это вот досконально все это рассказывать. Или сказать только, вот, совершила там с мужем о блуде, да. Допустим. Не поняли меня? Ну, вопрос понятен. Понимаете, вы крестились в полное погружение? Нет, конечно. Голову полили и все. Ну, вот понимаете, самое-то главное, это не в этом, что не в исповеди уже, а в крещении. В церкви такое крещение никогда не принималось за действительное. Лука воин и цемески вообще не признавал. Афонские монахи по сегодня вообще ни за что не считают. Обман. Человек обманутый был. Это согласно канонам апостольского 50-го правила. А перед крещением, перед крещением должна быть полная исповедь. У нас, которые приезжают, вот, священник к ним в полное погружение. Священники, там, ярмонах. Он приезжает, готовится и принимает крещение в полное погружение. Возвращается и дальше продолжает служить. Это вот единственный ход правильный. По-другому никак. Я писал патриарху и прочее. Если не крещеные, найдите среди вас там, где, ну, Сергеев Посад, как он там, схемонаха, и чтобы все архиереи были покрещены, и вы сами покреститесь у них. Исправьте это великое заблуждение. Повторяю, от князя Владимира, который держит, вот, старобрядцы, до Никоновой реформы ни один человек, ну, не считая, там, раздавленный, там, клиник, не был моченым. Все крещеные. И старобрядцы за 300 лет, и при том старобрядцы, беспоповцы, разное, там, приемлющее священство, ни один, ни один за 300 лет не был моченый. Почему? У них это правило действует. И вот священника этого сразу извергнут из сана. Сразу же его. В миряне. И больше никогда он священником не будет, как разбойник, как пират. А здесь все разрешается. Слишком далеко зашло. Об этом говорил патриарх Алексей Второй. Что не креститесь там, где нет полного погружения. Но дальше он не договаривал. А идите там в других храмах, где идет катехизация, где научают. Вот у нас общины две. У нас нет ни одного, который не был бы с троекратным полным погружением крещеный. Согласно Слову Божию. Ваша душа метется в этом. Вот отсюда она. Теперь относительно покаяния. Перед крещением исповедуется человек. Все говорит. Но священник считается врач. И вот отсюда, допустим, у нас есть личный лечащий врач. Но если у меня нигде не написано, ну, карты медицинской нету, я прихожу к врачу, а он хочет узнать, с какого времени у меня начались непорядки с этим органом-то в теле моем-то. Вот у меня еще две грыжи на позвоночнике. Всю жизнь тяжести на стройке работал. Он должен это знать. Я ему должен сказать, когда была операция, когда я сидел, как меня держали в морозилке 13 дней. Все это отразилось на позвоночнике. Если он настоящий врач, ему это не ради любопытства надо, а чтобы знать, как выправить. Я считал, одна же во Вьетнаме, там один из посольства советского лечился. И он его лечит. Лечит и серьезное заболевание у него, там что-то с печенью. И тут деньги платить, он говорит, нет, лечение не окончено. Вот когда будет окончено и будет благополучно, ну, тогда все, тогда ты заплатишь. А почему? Говорит, ну, если сосуд тебе делали, горшок, и горшок в руках развалился, ты будешь платить? Он говорит, нет. Ну, вот и так и у нас. То есть там другие нормы. И здесь точно так же. Он должен знать. А вот теперь священник умер. А новый священник перед ним пошел на исповедь. Надо ли ему говорить то? Желательно. Но в обязанность не ставится. Если ты увидишь, что это священник, ну, я неправильно скажу слово, но досконально желает тебе помочь духовно возрастать. Ему надо знать болезнь твою. Как это было? А ты говоришь, ну, тебе прощенные грехи. Ты ему говоришь для того, чтобы он дал тебе правильный совет, а не для прощения. Грехи тебе прощенные в крещении. Ты была на исповеди, все тебе прощенное. Но пастырь внезапно погиб. Теперь другой, другой врач. Я сравнение делаю с врачом. Вот врачу надо, говорит, по-настоящему хочу лечиться, надо сказать. А если просто так пришел пилюльку проглотить, ничего и не надо. Тут вот от чего зависит. Ваша душа метется. Вам вернуться надо к истоку сначала. Крещение, как таковое, церковь никогда не признавала. Принято полное крещение с полным погружением. А тут, значит, будет исповедь и все остальное. Вот у нас... А можно к вам будет летом приехать? Ну, скайпе... Мы возле лавчиках, здесь, недалеко. Ребриха. Где живете? Ребриха. Ребриха. Соседи почти. Пешком можно дойти. Да я знаю, да. Ну, такая вопрос... Ну, можно будет, У вас машина-то у вас есть своя? Есть, есть, да. Вот зайдите ко мне, я вам скажу, а что тут знать-то? До подстепного разъезда 4 километра, я вам все опишу. Но только... А мы знаем, как до вас доехать. Но ведь не поедешь так, надо же как бы спросить сначала. 9 июля. Мы сговоримся, я маршрутку вам дам. Хорошо. Вы мне немножко расскажете, в каком возрасте так было, что, и больше старайтесь узнавать. Вопросы задавайте. У нас наш форум, если вы знаете где, там практически... Да, да, я уже знаю. На форуме там отвечено все. Я уже все нашла вас. А посте только 4 листа. А каждый лист, я даже не знаю сколько, 50... 35 тысяч, наверное, знаков только. Ну, как определить, показать-то это дело. На одной странице это одно 50 тысяч, а там 7 и 5, 35, ой-ой-ой, 50, 350 тысяч знаков. То есть очень и очень большой материал, 1600 тем. На любой. И тогда можете задавать вопрос. Все, спасибо большое. Я писал неоднократно, патриарху Алексею писал об этом. И он говорил, а дальше не пошел. Он говорил, каких бандитов напринимали в церковь. Это его слова. Ну, знаете, хочется все это, да, вытащить из себя. Но когда ты видишь, что священнику это не нужно, он не хочет этого слушать. Он сказал, мне этого не надо. Вот. Сказали... Ну, отойди от него. У нас есть люди, которые живут в другой области и приезжают сюда в Великий Пост и причащаются у нашего батюшки. Они приняли тут крещение. Они как члены нашей общины. Издалека, издалека. Но мы говорим, вы должны, желательно, чтобы со священником наладить связь. Не с одним, значит с другим. У нас было такое, приехали не откуда-то из Германии. А другая сестра здесь местная, в клочках. Ну, я тоже видела ее. Вы видели, может быть, Валентина Сартистова. Тамошний священник ее не одобрил и стал против. Она на клиросе везде там помогала. И у них там большой конфликт был. Но мы с ним вначале переписывались и потом, когда мы уже миссионерская поездка была в Германии, он пришел на встречу. И сейчас наладились отношения, тем более приехал туда отец Андрей Кураев, там был. Она подошла к нему, там сфотографировались. Но все наладилось. До времени может быть против. У нас вот было здесь, был архиерей до этого, который, а у нас священники там есть свои, которые нам передают, что там делается-то. И он говорит, ни одного заседания, или как назвать, собрания иперхиального не было, чтобы он вами не начал и вами не кончил. Вот как. А когда уезжал, приехал по Теряевку, отслужил и благословил, и машину нам, и все. Видите, все это меняется. А почему? Его к этому сильно побудил патриарх. Патриарх, который в то время тоже Кирилл был, спрашивал, как отношения. А наш епископ-то Евтихий говорит, было бы отношение другое, он спрашивает, про нашу общину, если бы архиерей относился по-другому, не травил. И он сразу, мы беседовали в епархию, он говорит, я готов на вертолете полететь сейчас к вам зимой, видимо, сильно его заставляли. А батюшка говорит, у нас садиться негде. А потом он уже растаял, приехал, приехал семинаристов, привез много, там, хористы, и уехал, ну, по-другому. А уж сейчас Бог дал такого архиерея, митрополита, что, ну, как будто мы его своим архиереем и считаем. Приезжает все время, и видно, какой он открытый, он без улыбки мимо не пройдет, чтобы ни обнять, ни поцеловать. Митрополит Сергий Иванников, так на него даже нападают наши недруги, ну, меры-то никакой нету, злоба отнимает разум, Исидор Пилсиот говорит. Вот, был такой архиерей, а сейчас другой. И оба они московская патриархия, а мы-то к русской православной зарубежной церкви относимся. А приезжает, и патриарх опоминает, и все, мы же признаем их благодатность, каноническое общение, о чем нужно главное-то говорить-то. Отец таким сейчас уезжал в отпуск, он ездит все по монастырям-то, и пошел к архиерею, и говорит, меня не будет, а бывает что-то такое внезапное, или умирает, или надо причастить. Как тут, ладыка? Он говорит, кого вы хотите? Он говорит, да вот Сергий Беляев, он был когда-то секретарь епархии, а сейчас тут Димитриевская церковь. Ну, хорошо, то есть очень хорошее отношение с этим батюшкой. Он был в Потеряевке. Видите, какие наши близкие отношения? И войти туда, в нее... Скажите, можно перебью, а чем отличается наша, вот наша церковь православная от зарубежной? Ничем не отличается. Никогда она ничем не отличалась, только руководство. не подносите сегодня к нам? Они не приняли декларацию Сергия, которая все передала советской власти. Вот этого не было. А, тогда, когда еще, да? Да, тогда. Сейчас нету ничего. Большинство вошли сюда, большинство приняли, но она самостоятельная так и осталась. Но так как они спешили, сейчас 13 разных юрисдикций. Я знаю примерно только три, у которых законный епископат, законный, которые там были, не подчинились, как Агафангел, ну и другие я могу называть, там Орлоп, он сейчас Антоний, я у него в Лос-Анджелесе много там были, ездили, вот. Но нас никто не примет. Мы никому не нужны такие. Почему? Они принимают первые условия, чтобы мы признали, что Московская патриархия безблагодатная. То есть, ни крещения, ни причащения, там ничего не совершается. На это мы никогда не пойдем. Понимаете? То есть, мы как бы зажаты с двух сторон. А эти, которые сейчас есть, и мы им не нужны, но просто, ну, бывает, и отзывы там дают. Вот сейчас вот вышел, там у них номер, какой номер-то у них там, четвертый, или какой, студенческий, семинаристский, при нашей епархии. И там выступает доктор богословия, Бочков Павел-то. Ну, и о нас как там пишет, насколько уникальные общины, и какие у нас отношения хорошие с архиереем. И говорит, ну, Игнатия там принимают, не принимают, но то, что пришли тысячи людей через него, этого ни один враг не может отрицать, потому что люди-то живые. Откуда пришли? Это Андрей Кураев говорит, Олег Стеняев, но это не мое, это благодать делать, я-то вообще никакое, образования у меня духовного нет, специального. Но если говорят люди из их московской патриархии, то, значит, они думают, что говорят. И мы в очень хорошем с ними отношении. Да. Вот вы ездите, да, в Покровский храм к нам сюда, да, Барнаул? Покровский, да? Ну, мы-то не в Покровском. На праздники вы ездите, да, туда? Мы, нет, я с нами, я говорю с вами, я-то в Барнауле сижу. А, вы сейчас в Барнауле? Я в Барнауле, в Барнауле, у нас две общины, тут Крестовозвиженская, в Потеряевке, Свято-Анфимовская, и те там, батюшка служит неделю там, неделю здесь. Отец Ахим, мой родной брат. А вы сами тоже туда к нам живете? На прощенное воскресенье мы все ходили в Патриархийный собор здесь, Покровский, все. Ну, кто мог пойти? А когда приезжал наш архиерей, наши дети все прищищались в Покровском соборе. Нас ничто не разделяет, ничто не разделяет, только грех разделять может. А? Может быть там батюшки я имею ввиду лучше, или как-то, кому вы доверяете, или как? Вы здесь в Барнауле бываете? Ну, редко очень, у меня дети больные, мы невыездные, можно сказать. Ну, видите, в Потеряевку там сейчас нету туда, там дороги-то нету, но это у нас будет и в июле только, так что можно. Если в Барнауле будете, я могу дать вам адрес, и тут могли бы мы встретиться. Вы бы увидели, какой у нас порядок. У нас схождения нет, опоздавшие стоят в коридоре. Ну, то есть, мы у нас полный, абсолютный порядок. Вы смотрите, как наши сестры одеты. Играйте, конечно, время. Спасибо большое. Давайте помолимся, все на сегодня. А у меня только час двадцать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok